Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Наконец-то геймдизайн, геймдев, потому что и на стриме просили. Я помню, что тоже хотел записать такие материалы. Это все интересно. Сегодня будем разбирать с вами одну из игр, современная игра, которая не так давно вышла. Будем разбирать с вами один из основных, как мне кажется, подходов в определенных типах игр, который можно назвать «Пошел ты!» — «Игрок». Есть дизайнеры, которые думают о людях, думают о игроках. Есть дизайнеры, которые делают то, что им просто нравится, либо то, что не умеют. Им вообще фиолетово, как с этим будет взаимодействовать игрок. И сегодня будем с вами говорить о таком жанре, как RPG. Это мой, наверное, самый любимый жанр, потому что здесь можно погрузиться в атмосферу, здесь можно прочитать гигантское количество информации, узнать что-то о мире, как-то взаимодействовать, отыграть свою роль, создать своего персонажа, либо групп персонажей. И мы сегодня будем с вами как раз говорить о работе именно дизайнера интерфейсов. Давайте мы посмотрим основной скриншот, от которого мы сегодня будем с вами отталкиваться. И был ролик на канале, и был стрим по доте. Также был ролик, который был выложен на канал, где любой абсолютно интерфейс игровой можно разделить на два гигантских слоя, либо группы слоев. То есть первый — это основной геймплейный слой, где большую часть времени должен проводить игрок. И второй тип слоев — это слои информационные, которые каким-то образом игроку дают информацию, могут помочь им провизаимодействовать. В общем, это менее важный слой, чем основной геймплейный. Откуда появляются вот всевозможные вот такие вот сценарии, где мы что-то должны читать, изучить? У нас есть персонаж, он там куда-то идет, двигается, спонирует. Этот мир тоже имеет свой дизайн, должны как-то подсказать, что сейчас происходит, что может произвомодействовать хорошо ли нашему персонажу, плохо. Там свой есть отдельные правила, по которым дизайн все это реализует. Но вот у нас персонаж идет. Он ведь другого персонажа, с этим персонажем происходит взаимодействие. Вот в этот момент у нас появляется такой вторичный сценарий. Его вообще может и не быть лишь так, потому что персонаж просто пройдет. Вот в этот момент у нас при взаимодействии появляются некие информационные слои, которые как бы накладываются кверху, к основному геймплейному слою. Вот у нас геймплейный слой. Вот у нас человек может взаимодействовать, может сразу все это пропустить, закрыть. И после того, как игрок получил некую информацию про взаимодействие, он опять же возвращает слой геймплейный и дальше идет нам по своим делам, в зависимости от того, что он хочет делать, либо что ему игра подсказывает. И вот эти слои, их можно в чистом виде рассматривать как разработку коммерческого проекта. Мы сегодня с вами посмотрим, что такое проектирование, и почему визуал это проектирование может убить. И почему, если дизайнер идет сначала от визуала, не думая о проектировании, он всегда провалится, каким образом он там рюшечки не накручивал. Там, возможно, текстуры ставил, где-нибудь дракончик. Вот не имеет значения, если проектирование сделано плохо, визуал все это еще усилит, ухудшит, и все это будет смотреться непонятно как. Несмотря на то, что это игра, которую мы сегодня с вами рассматриваем. Кстати, как видите, здесь справа есть такая превьюшечка. Есть канал, который я люблю смотреть. И вот здесь бита-пиксель. Я как раз посмотрел данное видео. Я был просто негодовал от того, что я здесь видел в плане дизайна вот этого интерфейса, информационных блоков. Но потому что я не знаю, как в 2021 году можно такие вещи разрабатывать. В общем, посмотрим. Как это можно было сделать в сравнении? Почему здесь дизайнер, несмотря на то, что вроде как это может быть тестированная версия, только-только, которая выходит, так не работает восприятие обычного человека. Если мы разрабатываем игру, изначально дизайнер выбирает решение. Если он даже в тестовом варианте показывает какие-то вещи, они, команда, дизайнеры, они почему-то это утвердили, и сейчас показывают относительно других вариантов. То есть ни в коем случае нельзя считать, что вот это все потом будет перерабатываться. Тогда что вы делали до вот этого тестового версии? Вы что, никак не тестировали? Можно вообще тогда был текст оболк убрать? Вам показывают одну из приоритетных направлений, которые сама команда выбрала. Да, они теперь могут ее тестировать, какую-то обратную связь со стороны пользователей. Но это то, что сама команда выбрала. Я надеюсь, что там были какие-то варианты, варианты, которые мы сейчас будем с вами смотреть. И вот мы с вами с чем-то взаимодействуем. У нас начинается информационный слой. Вот мы здесь должны с вами определить, что вообще самое важное, что на втором месте, что на третьем. Нужны выставить акценты. Весь дизайн, в том числе, игровой дизайн, коммерческий дизайн. Это пространство, акценты. Из них у нас формируются композиции. Если только потом к этому мы прикручиваем визуал в виде каких-то текстур, рюшечек, драконов, лиан, цветочек, какая-то анимация. Это все является как бы более глобальной системой. Когда мы проектирование сделали, мы ее можем каким-то проектированием оживить. Но мы не можем с вами добавлять визуал, текстур, забив на то, как вообще эти блоки будут восприниматься. Давайте решим, что здесь важно, что не важно. Человек подходит к персонажу, начинает с ним взаимодействовать. Какой здесь блок самый важный? Какой важный самый блок? Это текст. Потому что в этот момент, по идее, начинается взаимодействие. И текст здесь не может быть по акценту на втором месте, на третьем, на четвертом. Он может начать взаимодействовать, может быть, с визуалом персонажа. Но у нас точно кнопка здесь, в данном случае, если мы на нее не навели, она не может быть первого порядка. У нас не может быть текст кнопки больше, чем информационный блок. Мы меняем просто с вами сценарий. Фактически, если мы ставим акцент на заголовке персонажа, либо мы ставим его на кнопки, мы говорим, что вот этот блок, он вторичен То есть сразу смотри на персонажа, жми на кнопку, зачем тебе что-то читать Это в том сети акцент работы в коммерческом дизайне, когда идет о разработке веб-интерфейсов, чего-то остального Сейчас в сравнении мы с вами все это посмотрим Дальше, у нас есть проектирование, мы определяем размер, мы определяем n-ное количество слоев, которые нам необходимы для реализации проектирования После этого у нас есть пространство, мы проверяем акцент, вот ко всему этому, потом начинаем прикручивать визуал Давайте ближе к делу, мы посмотрим с вами варианты именно такой больше веб-интерфейсов и разработок Чтобы в сравнении сразу мышление понимало, к чему я все веду и что мы дальше с вами будем рассматривать Если мы с вами, предположим, сделаем альтернативный вариант, который идет изначально от проектирования, он не учитывает визуал То мы с вами первое определяем n-ное количество слоев, которые нам необходимы для того, чтобы данный информационный блок был сформирован Дальше мы тестируем правильные ноля с акцентом и пространством, получая тем самым композицию И только после этого мы можем с вами либо изменять группу слоев по визуалу, либо к этим слоям визуал добавлять Сейчас вы перед собой видите отсутствие какого-либо визуала, ну, может быть, кроме каких-то там прозрачностей Это в чистом виде прямоугольники, ну, наверное, могут быть кружки, мы там сейчас дальше с вами посмотрим интерфейс от Blizzard И вот в чистом виде это и есть проектирование, оно определяет количество слоев, оно определяет правила типографические, подбор шифта Это тоже все относится к проектированию, как у вас будут реализованы между собой слои, как они будут взаимодействовать, как вы используете то ли всю ширину, то ли отступа делаете К этому все прибавляется Нельзя начинать проектировать хороший интерфейс с визуала, раскидав по нему объемы, градиенты, текстуры, драконов Как с этим всем будет взаимодействовать ваш конечный клиент? Если я знаю в моем сценарии, что первое, с чем должен человек взаимодействовать, это текстовый блок, потому что начинается диалог Я буду выстраивать композицию от типографического блока Моя первая и самая любимая игра в RPG, которую я запомню, эта игра была Арканум, эта игра была сделана в 90-х годах Там да, там все вещи были, которые, ну, сейчас, может быть, они устарели, там низкий кегель текстового блока Там надо недоточный контраст, но это было когда? В прошлом Тогда мир еще не был таков открыт, не было настолько большое количество референсов Нельзя было посмотреть аналоги, там, например, Diablo, Path of Elite, там, какие-то еще, Cine и так далее, игры RPG Сейчас гигантское количество рефов Когда дизайнер что-то определяет, ему не надо ничего из головы придумывать Он может просто взять пять разных интерфейсов, считать с них правила проектирования, типографические правила, акценты, даже визуал И посмотреть, в каком направлении ему идти Глобально ничего дизайнер нового в играх интерфейсах не придумает Он может только адаптируя под специфику своей разработки Если мы с вами, с верхней части, делаем сразу, начинаем с контрастной подложки И как раз это и можно говорить о том, что контрастные подложки убивают геймдев Мы смещаем акценты Мы не погружаем человека в атмосферу Мы не погружаем его на геймплейный слой То есть мы не делаем связь между одним и вторым Мы ставим контрастную подложку Ну, еще бы не хватало, чтобы он вообще весь геймплейный слой перекрывал И говорим, ну, теперь читай То есть как бы ты вроде шел по какому-то миру Теперь у тебя белая контрастная подложка на черном фоне Ну, конечно, контраст Мы делаем недостаточно размер кегля Это как раз еще в 90-х все это было Тот, кто играет в RPG с ноутбуков, ну, вам вообще удача, там, боль и страдания Хорошо, что этот настройок еще дает возможность кегля увеличить А иногда сидишь, читаешь 15 пикселей И дизайнер такой интерфейс думает Да нормально тебе пойдет там игрок 15-16 Прочитаешь и так пойдет Чтобы вы понимали, тут это гигантские талмуды Вы только вдумайтесь, какую там работу проделала сама команда По созданию интерфейса, персонажей, взаимодействия истории Дизайн интерфейса дает лишь инструмент взаимодействия с этим миром Это просто инструмент Вся самая часть вот здесь происходит И вот так мы можем к этому отнестись Так вот, если мы с вами хотим сделать связь между нашим интерфейсом игровым И мы сейчас посмотрим пример других игр в интерфейсах, реализованных, коммерческих То мы первое, мы не должны убирать с вами человека Мы не должны убирать связь между основным геймплеем, слоем Где человек только что проводил время И когда он сейчас переходит в диалог Мы как будто ему открываем вообще другой слой И в данном случае, если мы бы открыли какую-то условно книгу, да, там на весь экран В этом еще может быть был какой-то смысл Но когда мы совмещаем с вами геймплейный слой со слоем информационным Ну нет у человека, у дизайнера возможности Ну по идее в мире, если дизайнер все это продумывает Или посмотрел конкурент, у него нет возможности делать и делять То есть контрастный фон Основной слой во всех играх, там, а-ля Близзарда, там, Пафов Элит Там идет связь Связь может происходить за счет подложек темных Может они быть с каким-то подсветкой, там, голубого фона Может быть с каким-то желтым Давайте сразу просто варианты посмотрим Чтобы просто понимали, как это работает Мы можем с вами сделать всевозможные Ну, то есть это вариации делаются Варианты, дизайнер определяет, каким путем он пойдет То есть он выстраивает композицию изначально от минимальных слоев Которые требуются, чтобы человек все это считал У нас есть персонажи, мы их хотим как-то подписать Причем вот эти вот подписи не должны быть контрастные Не должны быть линейно выделены По идее, если человек в игру погрузился Мы только единоразово должны его про это проинформировать Вот этот визуал, вот эти картинки Можно сравнить с упаковкой Мы один раз их человеку дали Он их освоил, разорвал Дальше, по идее, вот эти все блоки Не должны акценты смещать Он, ну, по-хорошему, игрок всю игру должен понимать Что с этим персонажем он там играет С этим взаимодействует Ему вот эти фразы, надписи Кроме как единовременного взаимодействия Больше не нужны Значит, мы не можем ставить здесь акцент Там какой-то более контрастный Один раз подсказали деликатно Дальше, хоть вообще их можно смело убирать Это и есть погружение Это и есть работа на игру На геймплейный слой Где вот здесь мы должны человек погрузить Можно подгрузить Можно чем-то холодным сделать, да То есть у нас могут быть вот какие-то теплые там тона Но это уже можно менять Зависит от локаций Тут смотреть контраст По граде, по вебовским решениям Вот этот интерфейс является вебовским Потому что тут у нас прямоугольники У нас есть опять же интерфейс Предположим, скролла Который также формируется прямоугольником Со скруглением, с каким-то прозрачностями Кнопка тоже, которая является прямоугольником Это прямо в чистом виде проектирования вебовское Ирония в том, что ровно оно С него все и начинается Если кто-то думает, что разработка интерфейсов игровых Она отличается вот от этого То это не так Все интерфейсы начинают с прямоугольников Ну иногда там могут быть круги быть Сейчас там посмотрим вариант Но круг, как правило, это тот же прямоугольный квадрат Просто с альфа-канала У нас просто по краям фактически получается прозрачность У нас есть круг Он все равно обраблен в квадрат И у нас вот здесь появляются просто прозрачности Если дизайнер в начале проектирования Не мыслит прямоугольниками Не пытается не делать композицию А сразу пихает визуал Он фактически не проверяет Как у него работают акценты Как работает пространство Теперь давайте перейдем с вами Опять же вернемся к решению Которое мы с вами посмотрели Ну давайте мы сейчас можем с вами посмотреть Например, с какой-то подсветкой Там визуал, например, с каким-то холодным Вот наша задача протестировать Когда мы сделали с вами проектирование Что здесь будет видеть человек Где он будет на первом месте находиться На втором, на третьем и так далее Если мы знаем что-то текст То мы находим с вами решение современное Мы можем с вами увидеть кегель Этот размер должен быть там где-то от 20 до 24 пикселей На 24 это уже прям будет достаточно большой размер И чем больше мы ставим размер кегеля Тем у нас искусственное увеличение 100 скролла Здесь, если мы хотим с вами его увеличить Мы должны с вами эффективно В том числе использовать ширину В данном случае контейнера информационного блока Если у нас есть отступы слишком большие Мы задаем вопрос Зачем мы это делаем? Если мы делаем с вами большое отступы по краям У нас выбора не будет Нам придется уменьшать размер текста И если мы точно знаем в сценарии Мы для себя приведем Что человек должен почитать большое количество диалогов Мы на это и работаем Вот этот блок самый важный Вот он блок Если человек, который зашел в интерфей И смотрит сюда на первом месте На кнопки Или какие-то другие рюшечки Украшательства Мы сместили акцент И именно обычный пользователь Он этого не знает Он, скорее всего, не может Представить альтернативу Но он понимает, что-то не так Как-то неудобно Как-то непонятно Но он не может это писать Техническим языком дизайнер Это дизайнер задачи протестировать Сделал 2-3 варианта И сравнить Прочитать в таком размере В мелком размере Или в каком-то балансном размере Но только после того, как мы это определили Сюда можно прикручивать визуал Текст у нас достаточно увеличенный Размер Если мы делаем 24 Тут можно смело переключаться С регулировым режимом light И подбор шрифта Вообще в части игр Это очень часто встречается Что, например, в англоязычной версии Шрифры положены подобно Какая-то антиква Красивая и интересная Мы ее переводим И у нас получается уже Какой-то обычный гротеск Не антиква Какой-то самый топорный Не дай бог Какая-то тахома Но которая вообще никак не связана С фэнтезимером с RPG Здесь нужно тоже подбирать шрифт Можно самый банальный использовать Например, из библиотеки Google Fonts В данном случае Шрифт Mary Weaver Моя дикция постоянно отказывается Его до конца правильно произносить И мы его тестируем Нам уже достаточно определенное Первоначальное правило Чтобы смотреть Как с этим человек будет взаимодействовать Шрифт всегда можно подобрать То есть, опять же Путем вариантов Три-четыре Мы смотрим Какой шрифт работает хорошо На чтении, на восприятие И в том числе Насколько он взаимодействует Либо с оригинальной разработкой Если у нас там был шрифт Сделан на латинице И насколько он, в принципе, совпадает С идеей То есть тут гротеска быть не может И в большинстве RPG Конечно, всегда используется Именно антиква Дальше мы определяем правила То есть у нас, например Тот, кто говорит Может иметь какое-то свойство цвет Здесь обязательно будет белый Прозрачность Если мы решаем ставить подложки Подложки в дизайне гейм неизбежен Другое, что есть подложки Контрастные Которые смещают акцент А есть подложки Которые решают задачи Отделения одного блока От другого И пытаются связать То, где сейчас был человек Геймплейным слой С информационными блоками Теперь по поводу Персонажей контента В разных играх Они реализованы по-разному То есть в играх Где у нас есть бюджет На цифровых художников Где у нас есть бюджеты На аниматоров Там зачастую есть анимация Она может быть Какая-то зациклизованная 5-6 секунд Но они не статичные Если мы рассматриваем С вами команды С бюджетами Меньшими И у нас там Просто нет определенных мощностей Самый простой способ Выйти за границу Прямоугольника Это единственная возможность Чтобы человек Ну более интересно Восправил прямоугольник Это выноски То есть такая выноска Делается Если мы рассматриваем Процесс работы Минута Минута полторы Другое дело Что у нас может быть В игре таких Ну предположим 500 персонажей Ну 500 персонажей Это тоже делается Там за 4-5 дней То есть целый объем работы Где мы определили Сначала прямоугольники Потом из прямоугольников То есть у нас фактически Уменьшается часть Где мы хотим Делать выноску Делаем обтравку Суть обтравки Это совмещение Как раз основного слоя С фоновым слоем И вот желание Выйти за прямоугольники Сделать обтравки Ну в частном случае Это делается анимация Если дизайнер не выходит За прямоугольник То здесь анимация делается Это как раз Сделать взаимодействие Фона Геймплейного слоя С информационными блоками Если у нас просто Статичные картинки А их тоже рисовал художник У нас там скорее всего У себя есть в слоях В альфа-каналах Это вообще еще проще сделать Это можно запросить Просто исходники И сделать просто экшен Который все это Автоматически будет выводить Если же у дизайнера Нет такой возможности Ну да Надо будет потратить Там 3-4 дня на выноски Оставлять прямоугольники То есть в чистом виде В RPG Не пытаясь их Анимация оживить И не делать Сомещение с фоном Ну это такой самый Самый такой Банальный подход Такой беззубый И это работает на восприятие Вы показываете персонажей Которые между собой Взаимодействуют Общаются Как если бы Это был бы какой-то диалог Но при этом Вы не хотите Этих персонажей Этот диалог Никакому образом Выделить по акценту Теперь посмотрите Здесь на акценты Как они смещаются визуалом Если мы сейчас Вот здесь приблизим Вы увидите Что рядом с персонажем Стоит гигантское количество Разных эффектов Причем Это в чистом виде Такой универсальный чит Где вы видите Отсутствие совмещений Границ Одного слоя с другим Это скорее всего Сделано Либо с шаттерстоком Взять какие-то исходники Мы если хотим На каком-то стриме Мы сможем с вами Сами порисовать Гигантское количество У вас границы У вас границы Не стилизуются И не совмещаются Никоим образом Зачастую Это доработка Конечно все-таки Нисколько дизайнера Сколько художника Либо иллюстратора Хотя и дизайнер Может иметь компетенцию Художник и иллюстратор Было бы желание Как это выглядит У вас есть одна граница Отступ Какая-то вторая граница Визуальная Отступ Третья граница То есть В рамках текущей разработки Нам накладывают Группу слоев Которые вроде должны Друг другу как-то усилить Но на деле Мы смещаем акцент Вместо того Чтобы усиливать Персонажи Мы сейчас с вами увидим Реальную разработку Где усиливаются Именно прямоугольники Вы ставите Прямоугольник отдельно И рядом с ним Делайте конфликтующие Прямоугольники Никак не взаимодействия Вместо того Чтобы выцепить Размер основного слоя Сделайте какую-то Именно границу Мы делаем любые слои Неважно какие Ну вроде как Чтобы знать Атмосферу ощущения Как мне кажется Что это делается Просто от нежелания Сделать варианты Ну либо же просто Вот если нет бюджета У нас нет художника Который может отдельно Сформировать какие-то Границы нашего геймплейного слоя Мы просто берем И накручиваем 5-6 разных прямоугольников Либо сами нарисовали Скорее всего Шаттерстока И получаем Гигантское количество Визуала Уменьшенный кегель Смещение акцентов С основного контента Ну просто На какие-то блоки Которые якобы Должны нас погрузить В атмосферу Нашей игры На поводу теперь Основных блоков Как вы видите Конечно Если у нас есть Какой-то геймплей Определенного Типа игры У нас какие-то Стрелочки могут появляться Да У нас могут Какие-то потрескивания Появиться Какие-то Всевозможные текстуры Именно эти решения После того Как мы определили Проектирование Мы его протестировали Вот именно Они должны появляться И давайте теперь Посмотрим скриншот Ну как раз Уже Разработки коммерческой То есть у нас есть Диабло Если мы с вами Увидим здесь Что у нас есть слой То этот слой Фактически является Прямоугольником И к этому прямоугольник То есть когда В проектированном Мы определили Дальше как раз Дизайнер Слэш Художник Слэш Иллюстратор Может рисовать Границы То есть у нас Вот здесь По идее В основе Вот этого Кружка Квадрат Но если мы Рассматриваем Прямоугольник Квадратов Здесь у нас есть круг То есть у нас По краям фактически Альфа-канал И прозрачность Дальше у нас есть Свойства Красный С какой-то Текстурой Эффектом И вот мы Его по краям В том числе Можем усилить Визуалом Мы не рисуем Рядом Еще один слой Еще один слой Еще один слой Мы определили Основное Проектирование Прямоугольника Именно если Мы рассматриваем Визуал Мы оживляем Этот прямоугольник Вном случае Круг Мы не делаем Отдельный визуал Который будет Рядом стоять Он будет конфликтовать Он не усиливает Наше проектирование Это как отдельный слой Он так и будет смотреться Дальше По поводу основной мысли По поводу контраста Именно вот этих Визуальных слоев Контраст здесь Или какое-то Свойство цвет Насыщенности У нас здесь не может быть Яркого цвета Не может быть контраста Что будет Если дизайнер здесь Не будет делать нейтралей Да Например там серый Либо серый с холодным оттенком Не будет делать их Такими матовыми Сделать их контрастными Либо сделает их Каким-то ярким цветом Вот можем Представить сравнение Если дизайнер здесь Начнет использовать Какие-то контрастные Объемные Яркие украшательства Он будет смещать акценты В данном случае Если он ставит Объем Акцент Дизайнер здесь Свойство цвет Объем Контраст И он ставит рядом Слой геймплей А в данном случае Данное украшательство Можно тоже рассмотреть Как прямоугольник Просто он имеет Более сложную прозрачность Есть какой-то там дракон Что-то в таком духе Вот это все является Альфа-каналом Прозрачность Но фактически Мы подставляем прямоугольник Мы либо акцент С вами сместим Либо мы с вами Акцент не смещаем Просто делая Украшательство Как раз визуальное Художественное И вот эти все вещи Как раз Это дополнительные специалисты Если мы рассматриваем С вами игры Где у нас Небольшое количество Специалистов Небольшой бюджет Очень часто Это можно смотреть На всевозможных Игровых серверах Где просто Команда энтузиастов Сама это разрабатывает Там вот этого всего Зачастую нет Именно потому что Не у самой команды Нет понимания Как вообще это можно Реализовать Даже с помощью референсов И пригласить Которые какие-то разработки Что-то такое нарисует И поэтому в основе И таких интерфейсов Которые делает команда С ограниченными частями Просто лежат Обычно прямоугольники И вы очень часто видите Такие интерфейсы Условно вебовские Которые дальше вебовские Просто по визуалу не идут Ну потому что Тут просто нет знаний Как все это сделал У нас дизайнер Акцент ставит В интерфейсе На основных слоях Мы видим что они у нас Контрастнее В данном случае У нас объем есть У нас есть свойство цвет Причем свойство цвет Если ярко появляется Сток в самих иконках Все остальное Сеть украшается Они у нас в нейтралях Они у нас не имеют Объема и контраста Имя потому что Это ну просто Визуальное усиливание Прямоугольника Не более того Дизайнер не смещает Акцент Он здесь не пытается Чтобы мы смотрели На рыцаря На дракона На вот эти каркасы На границ Он визуалом Деликатно усиливает Прямоугольник Который есть в проектировании То же самое По размерам Здесь просто видите У меня скриншот Немножечко уменьшен Давайте мы все-таки С вами вернемся К данному блоку Какой у нас тут слой был Давайте верхний слой С вами поставим Да Вот здесь имеет смысл Это сказать Вот у нас теперь После того как мы Определили сценарий Как человек будет взаимодействовать В том-то разу что Не хватает элемента интерфейса Который у нас будет Все это закрывать Чтобы человек мог Сразу все это пропустить У нас теперь После изначального Подбора правил Принципов То есть пространство Акцента Композиция Мы решаем Как мы теперь Это если у нас правда Есть мощности Как мы это будем С вами усиливать Визуально Вот проектирование Сформирующий Из Минимальное количество Слоев С достаточными Правилами По тестированию Как мы это усилим У нас есть Примоугольник У нас есть персонаж Можем ли мы здесь Налицать какие-то Рюшечки Дракончики Либо в данном случае То что связано С данным персонажем Да можем У нас есть прямоугольник Мы можем Его как раз Обыграть Мы обыграем Данного персонажа Мы не рисуем Рядом еще куча Примоугольников Мы вот этот Примоугольник Должны улучшить Визуалом У нас есть другой Примоугольник Здесь есть другая Девушка Там есть ворона Можем ли мы ее Тоже Есть ассоциация Мы можем как-то Огоньком усилить Какими-то еще эффектами Если мы не хотим Делать анимацию Конечно Тут может быть Анимация Заскализована Пятисекундная Но это лишняя мощность А лишнее время Лишний бюджет Можем либо Сами нарисовать Либо мы можем Это найти В качестве референсов И в качестве рефов Просто скачать их Выкупить И здесь использовать У нас есть Прямоугольник Основного Теперь к тексту Мы его Так усиливаем Визуально Чтобы не смещать Акценты Мы пытаемся Оберегать Проектирование Потому что Именно этот человек Будет воспринимать У нас опять же Границы У нас есть какой-то фон Есть прозрачность Что мы здесь можем сделать Можем поставить Другое свойство Цвета Например нейтралий Холодный Подбешает Мы можем границы Немножко исправить Может быть текстуру Аккуратно подставить Каким-нибудь по краям Но ровно так Чтобы не смещать акценты Основного Проектирования Человек должен Читать информацию Ему должна быть Достаточно удобная Данная плоскость Если мы увидели Кегель И нам кажется Что может быть Недостаточно плоскости Мы еще Подложку можем Даже увидеть Что мы можем Еще об этом поговорить Либо можем Вообще отступы убрать И именно для того Чтобы человек Максимально удобно Читал тот талмуд Информации Просто колоссально Погружался в мир Чтобы ему было Максимально Делать Кнопки У нас прямоугольник У нас есть Элемент интерфейса В виде скролла Тоже Это вебовские У нас решение Что можем С кнопками сделать Какие-то скосы Может быть мы сделаем Опять же Какую-то текстуру Какие-то рюшечки Здесь стрелочка Но опять же Деликатно В рамках Минимального количества Слоев Чем больше Мы накручиваем Слоев Тем больше У нас появляется Визуала Тем сильнее Все это смещается С основного Проектирования Где чем Должен читать текст Посмотреть на картинки И в данном случае Мет интерфейса Может быть Их сделать меньше Может быть Вообще Убрать здесь Текстовый блок Продолжить Может быть Сделать В виде Опять же Каких-то стрелочек Но это все Уже решается На этапе Визуала Когда мы Проектирование сделали В части Игровых интерфейсах Это в чистом виде Видно Где смещение Акцента Вместо того Чтобы человек Взаимодействовал С геймплеем Чтобы он читал текст Все что угодно Дизайнер делает Только не для того Чтобы он здесь читал Еще такой момент Реально Это хорошо тестировать А ноутбук смотреть Потому что Если мы откроем 15-дюй монитор И там человек Вот с этим Будет все взаимодействовать Если у нас там Пониженные кейги Смещение акцентов Тогда он просто Человек страдает И мучиться будет То есть Вот это погружение В мир Освоение информации Оно будет Ну максимально Сложным для человека Потому что Размер Контраста Определяет Восприятие Информационных блоков Если мы изначально Это не протестировали С большей долей Вероятности Мы можем получить Какую-то визуальную Красивую упаковку Разорвав которой Будет очень сложно Взаимодействовать С сутью этой упаковки И вместо того Чтобы вот эти Словые слои Еще раз накручивать Можно какой-то Легкий визуал дать В виде какого-то Анимации какой-то Либо выноски Итого Мы просто приходим К вещам Которые Если сравнивать С другими интерфейсами Потому что Команды разные есть Если дизайнер Начинает что-то проектировать Должен определить Для кого он это делает Для игрока Человек Который с этим взаимодействует Либо для себя Либо исходя из каких-то Мировоззренческих Своих взглядов И команды Которые они просто Большое количество Должен быть хороший размер Хороший контраст Хороший отступ Между строчками Если у нас есть персонажи То у нас Если что-то должно усиливать Их То самих персонажей Они просто Куча дополнительных прямоугольников Которые как раз смещают Акценты с персонажа Мы должны тестировать Сценарии Как с ним будет завоиться Человек И только к этому Потом Что-то аккуратненько Как-то мы прикручиваем Контрастные подложки Это худшее Что может быть В играх Где мы хотим Человека погрузить Это в чистом виде Формирует отдельный слой Это никак не совмещает Игрока с геймплейным слоем Где только что был Это как будто Отдельная часть разработки И дизайнер Как бы говорит игроку Пошел ты С геймплейного слоя На текстовый Просто читай его Ну и делай вид Что это как будто Как-то связано Именно отсюда Все начинается С пониманием Для чего мы делаем Ирония в том Что вот если мы посмотрим Здесь материал Как раз видео Где я смотрел У нас есть тут скриншот Где можно посмотреть Как должны работать интерфейсы Я сейчас все это перемотаю Вот у меня будет здесь скриншот Вот посмотрите внимательно В данном случае Это команда Которая делает видеоматериалы Посмотрите правила Формирования Вашего текущего слоя Или группы слоев Мы сегодня видим Два слоя здесь Но мы не считаем Это логотип У нас есть фон Он геймплейный И у нас есть передний персонаж В данном случае Это Александра Которая нам рассказывает О ролике Все Вам пытаются совместить фон Ну тут может быть Да он там слишком маленький С каким-то передним слоем Этот слой может быть Информационный Этот слой может быть каким-то дополнительным Вам убирают все ненужное Чтобы вас погрузить В какую-то атмосферу сюжет Здесь нет контрастной подложки Хотя казалось бы Можешь поставить подложку Под Александром Можно Здесь нет каких-то ненужных эффектов Которые вас сместят С понимания того Как у нас говорит персонаж С фона И эти же самые принципы Работают в игровых интерфейсах Потому что Если мы добавляем все ненужное Мы смещаем акценты с нужного С людей С текстового блока И вот Тут вопрос Вроде как Это тестовая версия Да Вроде как У нас 21 год У нас есть июнь А вроде как Это же все те решения Которые команда Утвердила уже В рамках своей внутренней кампании Наверняка Там может быть Какое-то тестирование Был опрос И вот это сейчас Выдается игрокам Чтобы поиграть Почему Не посмотреть конкурентов Почему Не сделать так Как делают Другие Студии Которые пытаются Совместить И поместить человека В диплейный слой Мне вот вообще не ясно И когда вижу Такие контрастные подложки Это же полностью Отсутствие какой-либо Атмосферы Вот читай здесь Потом переключись на текст Ну Потому что Что стопроцентный Контраст получить Ну и с прозрательностью Можем получить Хороший контраст Тут все Конечно сравнение Познается Зачастую игроки Привыкли к определенным решениям Которых достаточная Концентрация Есть на рынке Если мы смотрим С вами Геймдеп 20 лет назад Действительно Ты сейчас То неизбежно Соотношение меняется Но все равно То к чему игроки Привыкли Они будут это воспринимать Ну вроде как норма И только Смотря другие игры Разбирая их Разбирая правил Других команд Мы придем Что есть решение Которое более сильное Будет именно в глазах игрока Когда вы формируете Ваш интерфейс Начинает всегда Спроектирование Тестируйте Пространство Акценты Типографику Только потом Добавляйте визуал Нет смысла Добавлять визуал В проекте Если вы не понимаете Как ваш сценарий Будет считываться Человеком И только после того Как вы понимаете Как сценарий считывается Добавляйте визуал Либо самостоятельно Рисуете Либо же Художников Приглашаете Либо же Подбирайте рефы И украшаете Прямоугольник То есть Выходите за рамки Прямоугольник Чтобы это смотрелось В атмосфере Вашей игры Вот такой Семь нас ролик Получился Он у нас со стрима Основной у вас стрим Также будет Ссылочка В описании Под данным видео Предлагаю вам Предложить другие игры Может быть другие Посмотрим У меня в планах есть смотреть Интерфейсы прошлого 20-летней давности И показать В каких вещах Интерфейсы 20-летней давности Некоторые игры Сейчас опережают А в каких вещах Как раз Индустрия Это пережила Она ушла вперед То есть Дизайнеры интерфейсов Они ушли дальше И какие-то решения Изгнили Именно для игроков Поэтому в дизайне Игровых интерфейсов Есть два подхода То есть Когда игрока Посылают с игрового интерфейса И делают все что угодно Ась когда его любят Нежно заботятся И пытаются дать атмосферу Антураж Чтобы действительно Вся игра Она вот была Как единый целостный мир Человек туда погрузился Прошел до конца Получил эмоции Впечатлений И это в том числе Задача дизайнера Интерфейса Вот этих информационных слоев Потому что мы Ни в коем случае Не должны обесценивать Тот труд Который делает У нас основная команда Разработки Которая делает Сам сюжет Геймплей Вот это вот все Это же колоссальный Колоссальный труд Дизайнер интерфейса Формирует лишь только Функционал По взаимодействию С этим миром Но ни в коем случае Не должен его разрушать А на сегодня это все С вами Ван Рилов Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok